В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Сразу в двух населенных пунктах на прошлой неделе горела сухая трава. Причины природных пожаров в Ненецком округе обсудили в ходе оперативного совещания главы региона. Новое назначение на должность вице-губернатора Вадим Соков будет курировать деятельность Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. В регионе отметили День славянской письменности. В начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе. В настоящее время на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции с легким течением заболевания находятся 4 пациента. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 15 человек, контактных с заболевшими. Устававшие в стационаре Ненецкой окружной больницы койки для ковидных больных вновь заняты. В стационаре у нас сейчас находятся два пациента. Один средний, второй тяжелый. Возраст? С среднего возраста пациента тяжелый по состоянию до 30 лет. Старшего стационарного группы от 34 года рождения. Эпидемиологическую обстановку, складывающуюся на сегодняшний день, в округе обсудили на оперативном совещании главы региона с руководителями органов власти. Представители здравоохранения связывают новую волну заболеваний с отпускниками, возвращающимися в округ из-за его пределов, и предлагают впускать домой либо вакцинированных, либо ПЦР-тестированных. Ну вы же понимаете, что это ударит по кошелькам, по карману жителей. И нам либо надо тогда предложить какую-то очень доступную цену на ПЦР-тестирование, либо переложить плату за ПЦР-тестирование на работодателя. Есть только два варианта. А взять сейчас и так пригрузить жителей дополнительными расходами на ПЦР-тестирование, жителей, которые возвращаются из отпусков, я не готов. Обсудили также темпы вакцинации от коронавируса на территории региона. По словам Елены Левиной, прививки сделали более 40% человек от плана. Мы использовали уже порядка 50% вакцины, которые у плана поставлены. Глава региона поручил профильным ведомствам активизировать прививочную кампанию среди населения. Также на оперативном совещании говорили о соблюдении правил пожарной безопасности на природе. На прошлой неделе нам природа подарила буквально несколько дней, по-настоящему летних дней. И паводок отступил. И более того, удалось даже установить уже Куйский мост, восстановить движение на Красное. Но эта погода, она буквально выманила людей на природу. Люди поехали на пикники. И как следствие, теплая погода, пикники дали нам уже пожары. Действительно, у нас 18 и 21 мая произошло два природных пожара. Это возгорание сухой растительности в районе 2-3 километров от деревни Лабожская, муниципальное образование, Великовисочный сельсовет. И деревни Макарова, это телевисочный сельсовет. Пожар, возникший недалеко от деревни Лабожского, самостоятельно потух. А вот в районе деревни Макарова пришлось привлекать дополнительно силы и средства для его ликвидации. Хотелось бы обратиться к главам муниципальных образований, чтобы они провели дополнительно с населением работу по соблюдению требований и правил пожарной безопасности в весенний-летний период. Основная опасность состоит в том, что этот огонь может перекинуться на населённые пункты. Юрий Бездудный также поручил усилить информирование жителей о соблюдении правил пожарной безопасности на природе. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Вадим Соков назначен заместителем губернатора Ненецкого округа. В должности вице-губернатора Вадим Соков будет курировать деятельность Департамента строительства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта и координировать деятельность по реализации на территории региона национальных проектов «Жильё и городская среда. Безопасные и качественные дороги». В соответствии с распоряжением главы региона Вадим Соков вступил в должность 24 мая. До этого момента он был помощником губернатора Ненецкого округа по направлению строительства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. Вадим Соков родился 12 августа 1972 года в Москве. Трудовой путь начал с должности прораба в ремонтно-эксплуатационном управлении номер 5, дирекции по эксплуатации зданий за Москворечье, префектуры ЦАУ города Москвы. В 2020 году замещал должность заместителя главы администрации городского округа ИСТРА в Московской области. В ходе пресс-конференции Вадим Соков ответил на вопросы представителей региональных СМИ о перспективах своей работы. Сейчас я считаю своей задачей основной, это заставить строительный комплекс нашего региона работать как часы. Это задача поставлена губернатором передо мной, поэтому сейчас мы уже с коллегами из департамента собирались, определили узкие места, рэперные точки для себя, в том числе одна из этих моментов это помогать нашему ЗСК Заполярье, это наша региональная организация, встать на ноги и заменить завод производства, это местные жители, которые получают рабочие места. Ну и соответственно выйти на новый уровень строительства, это есть такое комплексное развитие территории, это уже, знаете, надо более масштабно, если сказать, то не вот домики втыкать, тут несколько тысяч метров, тут несколько тысяч метров, а комплексно развивать территорию, для того, чтобы там были такие комплексы на 10-15 тысяч метров квадратных, с хорошими полноценными игровыми площадками для детей, для зонами парковок. Ну и соответственно сейчас будем рассматривать вопрос о том, чтобы развивать индивидуальное, значит, ИТП, индивидуальные тепловые пункты, значит, крышные, котельные, ну все для того, чтобы стройка была, не просто стройка, ну во-первых, комфортное и безопасное жилье для наших жителей, в срок, соответственно, с хорошим качеством. В регионе обсудили вопросы антитеррористической защищенности образовательных организаций. В Наринмаре состоялось внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Ненинском округе под председательством губернатора Юрия Бездудного. Главным вопросом повестки дня был вопрос об антитеррористической защищенности школ, детских садов, организации профессионального и дополнительного образования. Во внеочередном совместном заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба в Ненинском округе приняли участие представители регионального управления ФСБ России по Архангельской области, управление МВД, Росгвардии и МЧС по Ненинскому округу, окружного департамента образования, культуры и спорта. На заседании был представлен доклад об эффективности реализуемых на территории региона антитеррористических мероприятий в образовательных организациях. В частности, речь шла о подготовке сотрудников в профилактической работе с детьми, готовности правоохранительных органов к оперативному реагированию. Во многих странах мира 25 мая обозначен в календаре как «День пропавших детей». Несмотря на то, что в наше время повсюду есть камеры слежения и специальные приложения на телефонах, эта проблема все так же остро стоит для семей по всему миру. И Ненинский округ также не является исключением. Недавний случай потери мальчика в тундре лишь доказывает то, что необходимо уделять пристальное внимание воспитанию и безопасности своего ребенка. МВД России напоминает, что существует четкий алгоритм действий, если ребенок не вернулся домой. В случае исчезновения ребенка следует немедленно обратиться в ближайший отдел полиции. Чем меньше прошло времени с момента его исчезновения, тем быстрее ребенок будет разыскан. При обращении в органы внутренних дел возьмите с собой документы, удостоверяющие личности, документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, его фотографии. При описании пропавшего ребенка обязательно укажите его основные приметы, наличие хронических заболеваний, опишите его одежду. Перечислите места возможного местонахождения, контакты друзей и знакомых, номер сотового телефона ребенка. Напоминаем, что подростки и дети не должны находиться без сопровождения близких родственников на улице в период с 22 до 6 часов утра. Начиная с 1 июня по 31 августа несовершеннолетним следует вернуться домой до 23 часов. В Ненинском округе продолжают мониторить последствия утечки нефтесодержащей жидкости на Ожском месторождении. По распоряжению главы региона Юрия Бездудного пробы воды из реки Печора забирают в ежедневном режиме. По результатам анализа проб воды, показатель концентрации нефтепродуктов в Печоре на границе с Коми равен 0,03 мг на кубический дециметр. Напомню, предельно допустимая концентрация равна 0,3 мг. Также вода на границе с соседним субъектом не превышает требования ГОСТа, предъявляемые к рекам рыбохозяйственного значения. Регулярный мониторинг воды в Печоре организован в связи с утечкой нефтесодержащей жидкости на Ожском месторождении. Расположенном на территории Ниньцкого округа. И стало слово «На века». Под таким названием накануне во Дворце культуры Арктика прошел традиционный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. На сцене звучали духовные песнопения, литературные произведения и русские народные танцы. Колокольный звон стихи и песни – все это создавало душевную атмосферу для зрителей. Мероприятия, направленные на сохранение культуры и традиций славянских народов, в этот день проходят по всей стране. Большую важность имеет как раз таки проведение мероприятий, связанных с сохранением традиций, языка, культуры. Потому что если у страны, у народа нет культуры и родного языка, то получается уже нет и страны. Ну и будущего. Коллективы этнокультурного центра, Дворца культуры Арктика, детско-юношеского центра «Лидер», а также победители конкурса чтецов исполнили проникновенные номера для жителей и гостей города. День славянской письменности и культуры отмечаются как в России, так и во многих странах мира. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян. Сегодня у нас ставшее уже традиционным мероприятие. 24 мая вся страна отмечает День славянской письменности и культуры. Праздник с 1991 года стал официальным. Это один из первых государственных официальных праздников Новой России, так скажем. И Наринмар традиционно с 2016 года присоединился к общему празднованию. Приветственное слово к собравшимся передал глава Мизенской и Наринмарской епархии Яков. Друзья мои, дорогие северяне, сегодня все люди, все мы, все, кто говорит и мыслит на родном для нас русском языке, кто живет одной судьбой, все, кто составляет единый народ и даже много больше, весь славянский мир, все мы празднуем наше единение, День славянской письменности и культуры. Стоит отметить, что День славянской письменности важен не только в качестве религиозного праздника, но также направлен на объединение всех славянских стран мира. Катрина Тайборей, Василий Хатанзейский, Антон Водряков, телеканал «Север». Подведение итогов. В столице Заполярья завершился межрегиональный форум «Здоровые дети. Здоровая Арктика». О том, как прошло долгожданное событие года, в сюжете моей коллеги Натальи Дуркиной. В трехдневную программу форума были включены лекции, встречи медиков с родителями, мастер-класс по реабилитации и прием пациентов, которые проводили аллерголог-иммунолог и детский кардиолог. То, что приехали специалисты такого уровня в наш город, очень удобно проводить консультации, консультировать ребенка, динамику смотреть, как у нас это подвигается, не объезжая из этого города. Но так как мы к этому специалисту попали первый раз, она сказала, что мы имеем возможность приезжать в Архангельск, она попросила приехать в Архангельск с дочерью, сдать определенные анализы, определенным методом, который мы еще не сдавали. И надеюсь, что мы попадем, но нам надо будет выехать в июне, она пригласила нас на консультацию туда. Одно из главных составляющих здоровья детей – здоровое питание. Именно этому была посвящена большая работа, которую представили на форуме. Работу по исследованию питания детей в образовательных учреждениях, в частности, имеется в виду школы. Это как городские школы, так и сельские школы. По результатам этих исследований тоже были сделаны определенные выводы и даны были конкретные рекомендации. В этих конкретных рекомендациях имеет место отражение, что дети в определенных субъектах федерации должны, питание должно быть с учетом их каких-то климатогеографических особенностей. Главная задача форума – объединение усилий региональных властей, экспертного медицинского и педагогического общества по выработке мер, направленных на укрепление здоровья детей и увеличение продолжительности здоровой жизни в северных регионах. В педиатрической помощи в условиях Крайнего Севера основное – внимание, необходимо уделять профилактике именно профилактике, потому что когда профилактики нет, то потом получаем уже заболевание, а когда заболевание – это уже лечение. Поэтому в условиях Крайнего Севера, безусловно, необходимо профилактировать. Это должно быть нормальное питание, чтобы это было в образовательных организациях, чтобы оно было обогащено в том числе микронутриентами различными и витаминами. Я уже повторяюсь. Плюс еще оздоровительные мероприятия, физкультурно-спортивное развитие, образование. Много на самом деле нюансов было затронуто на форуме. В рамках форума прошла научно-практическая конференция для медработников. Для нас, для врачей, это был особый такой праздник в нашей медицинской среде, потому что, к сожалению, у нас редко такое бывает, и мы хотели бы, чтобы такие форумы проводились регулярно. Еще чтобы была возможность у каждого врача выехать в большие города, в Москву, в Санкт-Петербург на конференции, где мы не только получаем новые знания, а в медицине это просто необходимо делать, потому что всегда появляются новые стандартные лечения, новые препараты. Ну и, конечно, это общение с другими коллегами из регионов и возможность побыть на ведущих клинических базах, посмотреть сложных пациентов. В завершение форума была принята резолюция. В резолюцию были включены следующие предложения, это основные, которые я хочу сказать. Это достижение целевых показателей в программе развития детского здоровья в Ненецком автономном округе. Дальше предлагается проработать вопрос по предоставлению витамина D всем детям Ненецкого автономного округа. В настоящее время предоставляется только бесплатно детям до года. Затем проводить обследование на витамин D, на железо детей Ненецкого автономного округа раз в год, а также по обследованию щитовидной железы. Межрегиональный форум «Здоровые дети. Здоровая Арктика» проводится с целью повышения уровня компетенции медицинского персонала Ненецкого округа и направлен на реализацию программы оздоровления детей региона. Наталья Дуркина, Елизавета Кабанова, Леонид Шишилов, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Когда погода не позволяет играть в футбол на улице, спортивное поле переносится в виртуальную реальность. Так, при поддержке Федерации компьютерного спорта в эти выходные в Ненецком округе прошел турнир по FIFA. Тему продолжит мой коллега Василий Хатанзейский. Под речь комментаторов напряженной борьбе за призовые места в компьютерном клубе «Бумплейс» прошел турнир по FIFA 20-21. Сегодня у нас проходит второй день турнира по FIFA 20-21. Это уже второй турнир по данному виду спорта в нашем городе. На турнир участвовало 25 человек. Вчера у нас был групповой этап, и из каждой группы вышло по два человека. И сегодня у нас плей-офф, игры на вылет. Данный вид спорта активно набирает обороты популярности в нашем регионе. На сегодняшний день Федерация киберспорта достаточно часто проводит компьютерные турниры по разным направлениям. Все зависит от игры. Я скажу, что до этого у нас проходил где-то в начале открытия, сколько это, месяц прошел уже назад. Проходил турнир по CSGO. Конечно же, активность была выше. Всех желающих принять не удалось. То есть там было 16 команд. 28 заявившихся, и 16 прошли. То есть мы собирали 16 команд, и заявилось 28. То есть в команде 5 человек. Желающих, конечно, поучаствовать в CSGO гораздо больше, чем в FIFA. Все зависит от игры, потому что сообщество геймерское, оно разное. Все зависит от игры. В кибер-турнирах, как и в каждом состязании, есть свои победители. В турнире по FIFA победил Григорий Демин. Честно говорить, мне было сложно. Хорошие соперники, разного типа. И маленькие, и 38 лет в финале мужику. Ближайший чемпионат по киберспорту пройдет уже 12 июня. Подробную информацию можно узнать на официальной страничке кибер-клуба. Василий Хатензийский, Антон Водряков. Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова